чем отличается инфобизнес от онлайн-школ давайте в этом видео я расскажу вам немножко про историю развития рынка образования в россии и у него есть несколько таких моментов которые сильно повлияли там зависимости от тех лиц которые были на рынке совсем давно там лет наверное может быть как раз 9 назад даже может 10 назад ну были тренеры там вот например слав гандапас он один из таких сторожил и они собирали небольшие группы проводили в оффлайне там свои выступления и какие-то деньги зарабатывать деньги зарабатывали не очень большие не очень большие зала собирать не очень много у кого получалось там и так далее потом на рынке появился андрей пробел он много чему обучался на западе там сам имея сильную харизму ему надо было то есть он приходит в россию и в россии никаких технологий ничего нету то есть на западе это называлось информации маркетинг это там транслировал преимущественно дэн кеннеди андрей стал много общаться данным кеннеди там писался к нему в коучинге там стал общаться с разными другими экспертами и андрей имени действительно но сильную харизму талант и там вести за собой людей начал проводить обучение используя вот эти схемы и задача андрея стояла создать максимально быстрый рынок и когда на рынке очень мало экспертов когда на рынке у тебя нету рынка вот собственно такого образовательного то он сделал схему и на тот момент это был вполне себе в ну достаточно мудрый шаг предпринимательский андрей стоит сказать придумал это слово инфобизнес такого нету слова ну то есть она не особо ярко используется на западе там ну ты когда говоришь инфобизнес они там пример понимают что это но они сами между собой особо его не используют там information marketing бизнес пример да они используют и андрей начал это транслировать и главный месседж был главное сообщение было то что может любой преподавать что угодно если он на один процент знает информации больше чем остальные то есть ты можешь преподавать к примеру как кататься на bmx и если ты сам один раз прокатился упал и все то есть ты уже эксперт по bmx потому что ты хотя бы раз прокатился другие же они же не катались раз к примеру и что стало происходить в россии в россии стали появляться сотни горе экспертов у которых никакой квалификации которых никакой экспертности от эксперта только слово эксперт и андрей естественно чтобы быстрее создавать рынок он начинает рассказывать что эксперт это просто ощущение себя экспертом то есть вы можете не быть экспертом но в себе создать это ощущение что я эксперт и транслировать и он начинает образовывать необразованную аудиторию который никакой экспертности нету и просто их подбадривать мотивировать чтобы они стали экспертами таким образом создается ну просто огромная толпень которая начинает учить всему чему угодно и у которых нету за плечами вообще ничего создаются искусственные разные я эксперт по системному моделированию автор теории двух дорог там еще что то ну то есть просто человек придумывает какой-то что как будто бы есть какая-то теория как будто бы есть какая-то система он ставится автором этой системы автором этой теории и на это конечно сейчас уже в интернете когда это все стало очень сильно распространено возникло очень много хохума люди же не дураки там стали понимать что но это дутые эксперты и так далее поэтому мы вот когда мы создаем онлайн-школы мы говорим вам что ищите реально крутых экспертов что они есть они недозапакованы они недореализованы и так далее но есть много горе экспертов и когда соответственно люди стали понимать что просто рынок инфобизнеса состоит из огромного количества горе экспертов которые преподают как испечь булочку сами ни разу не имея опыта как эту булочку испечь а просто там пролистав какую-то книжку и начав уже рассказывать то есть вот так вот вот и вот он рынок собственно инфобизнеса но рынок стал и просто восприниматься как несерьезным бизнес тренер это стало просто такое клеймо что бизнес тренер это значит тоже необразованные без опыта который сам не имеет за плечами ничего а только автор теории там двух дорог и собственной системы начала бизнеса имени иванова андрея сергеевича который тоже не пойми что и по большей части это американские модели у которых тоже нету какого-то практического применения в россии а у которых нет опыта там набитых шишек и так далее они рассказывают теорию и в особо результатов ни у кого нет вот что такое инфобизнес собственно чем отличается онлайн школа от инфобизнеса мы поняли вот эту вот проблему того что но эксперт должен быть крутой и когда эксперт крутой но очень часто что эксперт сам себя не может продюсировать что эксперту нужен какой-то вот управленец и когда мы понимаем что нам надо соединить вот этих вот двух людей чтобы появилась крутая система мы понимаем что но может появиться что-то стоящее для этого мира стоящие для людей там приносит ценности и так далее плюс у нас родилось довольно много крутых модель тотальной автоматизации где нет зависимости от человеческого фактора где у эксперта нету какой-то вот риска что там продюсер что-то такое сделает где у продюсера нету риска что экспертам уйдет еще что то еще что то есть автоматизированная система которая дарит спокойствие дарит деньги дарит надежность там и так далее вот что такое онлайн школа плюс онлайн школа где мы в принципе обучаем собственников то есть человека который имеет управленца человека который над продуктом человека который может жить той жизнью которой он хочет жить то есть проводить время с родственниками близким путешествует заниматься каким-то увлечениями творчеством как-то развиваться то есть это тот новый формат людей которые мы хотим видеть рядом с нами чтобы это были политика экономика независимые лет то есть вот что такое онлайн школа онлайн школа это когда вы становитесь автором с большой буквы то есть вы станете собственником системы которая людей трансформирует из-за того что у них нет навыков то что у них есть навык людей трансформирует из несчастливых в счастливых из не умеющих кататься на бмксе в умеющих кататься на бмксе из не умеющих рисовать в умеющих рисовать из не умеющих бегать и там портящих себе колени в умеющих бегать его которых вообще никогда не болят ни колени не сухожилия вообще ничего то есть это вот что такое онлайн школа это именно такая очень специфичная форма упаковки которая позволяет давать качественный результат клиентам и которая позволяет получить качественный лайфстайл собственнику то есть вот что такое онлайн-школа это совершенная форма инфобизнеса которая работает и в которой все счастливы